Трудиться на благо родного края Алексей Федоров начал задолго до того, как занял пост муниципального депутата. Будучи начальником территориального управления Подресского, Алексей Федоров помогал с ремонтом и благоустройством придомовых и общественных территорий в микрорайоне. Мне, как человек, он очень нравится, как депутат тоже нравится. Он выполняет свою работу в указанный срок, в указанный час и в любое время. Когда попросишь его о просьбе, он все выполняет. Так его приучили с детства. Если обещаешь, выполни во что бы то ни стало. За полтора года на посту депутата Совета городского округа Алексей Федоров получил тысячи заявок от избирателей. Совместно с партией «Единая Россия» удалось реализовать более 9 тысяч наказов жителей. В целом в рамках предыборной кампании было собрано порядка 15 тысяч наказов. Это и предложение по улучшению городской инфраструктуры, по развитию города в целом и по работе с населением. ЖКХ, благоустройство, капитальный ремонт и строительство – это лишь малая часть того, в чем приходится разбираться и решать вопросы в пользу жителей города. Вместе с коллегами Алексей Федоров контролировал реализацию народных программ на территории города, обеспечивал поддержку многодетных и малоимущих семей. А с началом специальной военной операции принял непосредственное участие в организации гуманитарных штабов. Многие ребята, которые получили повестки, не знали, что с собой взять, какие документы, какие вещи и так далее. Не знали, как и на сколько. Мы в микроюне Подресского сразу же открыли два пункта. Один у нас пункт был именно для призывников и один для оказания гуманитарной помощи вынужденным переселенцам Донбасса. Алексей Федоров предпочитает решать волнующие вопросы точечно. Именно поэтому всегда приглашает жителей на личные приемы. На сегодняшний день на его счету 22 встречи. 17 запросов от горожан уже решены в их пользу. Сейчас вместе прорабатывают еще пять. Алексей Федоров отмечает – вместе по плечу все, даже самые сложные ситуации. У нас есть чем гордиться на самом деле.